Главная статья расходов области – социальная сфера. На нее уйдет порядка 70% денежных средств. Увеличится финансирование программы по благоустройству городской среды. Найдутся деньги даже на парки и скверы. Большинство миллионов потратят на строительство сельских дорог. Два миллиарда выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона. В бюджете запланированы даже те расходы, которые раньше не учитывали. Появилось новое расходное обязательство в бюджете Владимирской области на борьбу с борщевиком. Мы знаем, что эта тема достаточно актуальна для многих территорий. Особенно это Юлипольский район, Сузовский район, да и другие территории страдают от борщевика. Поэтому, наконец-то, мы добились, а это, я считаю, прежде всего, заслуга депутатов. Законодательного собрания добились, что будет реализован план мероприятий, предусмотрено необходимое финансирование. В следующем году Владимиру выделят дотацию в 113 миллионов рублей. Депутаты интересуются, а достаточно ли для столицы региона. По закону, отвечает главный финансист области, все муниципалитеты находятся в равных условиях. А Владимиру до этого дотаций вообще не выделяли. Она не носит целевого характера, сразу скажу. Но в расчет было принято необходимость доведения до повышения минимального размера оплаты труда. Вы знаете, эта тема, она росла. Значит, мы эту тему тоже предусмотрели. Мы предусмотрели с вами, что будет расти заработная плата у категории работников, которые исходят исключительно к муниципальным образованиям по указам президента. Но для них это в основном работники дополнительного образования и культуры. А теперь о спорте. В этом году в Петушках открыли новый фок, но территории, на которых нет ни единого спортивного объекта, на карте области по-прежнему остаются. Депутаты интересуются, когда и там будет доступная спортивная среда. В Петушинском районе, собственно, получается три такие хорошие капитальные спортивные объекты. Гроховец, Красная Горбатка, Меленки, ни одного. Прекрасно понимаешь, что, скорее всего, причина-то не в том, что нет денег на софинансирование, а в том, что нет денег на обслуживание в местном бюджете. Вот какова причина, то есть почему есть в ряде территорий, скажем, несколько объектов, а по другим территориям не предусмотрено. Ответ простой. В этих территориях власти не смогут обеспечить загрузку спортивных объектов. И от простоя понесут убытки. Выход уже найден. Это малые спортивные формы. Так в Гроховце скоро появится футбольное поле, а в Красной Горбатке уже построили спортивную площадку со стадионом на территории отремонтированной школы. Вроде все социальные составляющие бюджета учли, но некоторые депутаты принимать документ отказываются. Наш бюджет напоминает некое сведение воедино бухгалтерского учета для людей, которые крайне нуждаются. Поэтому это бюджет не развития, бюджет не будущего, это бюджет выживания. Все разговоры о дефиците, профиците, это на самом деле мы сами себя успокаиваем. Коммунистов не устраивает финансирование из федерального бюджета. По мнению членов партии, в Госдуме нашему региону должны были дать больше денег. Но другие депутаты уверяют, финансирование с каждым годом увеличивается. А сейчас не принимать бюджет нельзя. Это приведет к настоящей катастрофе. Доходная часть бюджета в следующем году увеличится больше чем на 3 миллиарда и составит 61 миллиард рублей. Дефицит маленький, всего около 4%. Большинством голосов в итоге главный финансовый документ области приняли в первом чтении. Теперь документ будут принимать во втором, с учетом поправок. А они будут носиться, исходя из наказов избирателей, которые получили депутаты ЗАГС собрания.